Здравствуйте! В Национальном телевидении мы сегодня будем говорить о пожарной безопасности. Горим! Так коротко можно обозначить тему сегодняшней беседы. Дело в том, что зимой 2014 года резко возросло количество пожаров. У нас сегодня в гостях руководитель управления МЧС Почеваши Станислав Антонов. Станислав Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Руководитель Госкомитета Чуваши по чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Добрый день! Директор Чувашского филиала компании «Росгострах» Алексей Пирожков. Алексей, рада приветствовать вас в нашей студии. Светлана Суслопарова, директор по продажам государственной страховой компании «Поддержка». Светлана Николаевна, здравствуйте! Добрый день! И Ольга Ефремова, руководитель Центра агентских продаж Чувашского филиала страховой группы МСК. Доброго дня! Ольга Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, начнем наш разговор. Зимой 2014 года в Чувашии произошел рост количества пожаров. Статистика, на мой взгляд, просто ужасающая. 182 пожара за 2,5 месяца зимы. Это получается больше двух пожаров в день. И погибли 35 человек. Ну, это тоже очень страшная цифра, когда, получается, в два дня один человек погибает. Станислав Юрьевич, вот как-то есть с чем сравнивать? Как-то показатели прошлого года, они такие же? Или все-таки действительно в 2014 году вот страшный рост произошел? Знаете, рост произошел в феврале месяце. Вот прямо вот с начала февраля, наверное, и весь февраль. Статистика менялась в худшую сторону каждый день. И происходило пожаров, ну, вот не как вы говорите, 2-3, а 5. И более происходило в день. И был достаточно серьезный отрыв, имеется в виду, если сравнить с тем же промежутком прошлого года. Вениамин Иванович, а есть социальный срез погибших? Вот 5 детей, кто еще страдает от пожара, кто еще гибнет в пожарах? Как уже озвучили, вот 5 детей, это действительно трагедия в семье, трагедия для школ, трагедия для детских садов, где они, куда они ходили, посещали. Это первый случай был Батринский район, благополучная семья. К сожалению, второй случай Канажский район, Шихазана, неблагополучная семья, где у нас погибли трое детишек. Помимо этого, еще у нас из 35, это 14 пенсионеров. Пенсионеры, это в основном одинокопроживающие, плюс 2 инвалида. Людей без определенного места жительства, это, конечно, городская среда, 4 человека. Безработных, 7 человек, работающих население из 35, всего трое. Говорили о том, что нужно создавать какие-то группы, комиссии, которые будут обходить дворы таких вот, либо неблагополучных семей, либо одиноких пенсионеров. Вот такие комиссии созданы, они как-то работают в республике? Да, и работают очень активно. Ежегодно у нас проводятся операции жилища, так называемые, в которые участвуют практически все сотрудники пожарной охраны, независимо от ведомства. То есть не обязательно это пожарная охрана государственная или федеральная МЧС. В эти группы входят органы местного самоуправления, представители, представители соцзащиты, представители органов внутренних дел. И вот обход населения, не только мы тут не говорим, что именно социально незащищенные группы посещаются. Посещаются практически все. Вот вышли на улицу и пошли по дворовый обход, и в каждый дом зашли. И потом есть понимание ситуации, кто же чем живет. Но граждане, с одной стороны, могут эту группу и не пустить, потому что это частная собственность, это его собственное жилище, и он может туда никого не пустить. Но когда такая группа приходит, все-таки проходим. Вот скажите, что случилось в Канажском районе, в Шихазанах, когда сгорела мать с детьми, трое детей? Комиссия работала с ними? У них было какое-то, я не знаю, было влияние, на них смотрели, на них обратили внимание, ведь неблагополучная семья? К сожалению, тот факт, он есть, конечно. Субъектов профилактики безнадзорности у нас действительно много. Но бывает иногда так, что у семи нянек, дитя... И здесь вот как раз такой аналогичный случай. Эту семью на комиссии по делам несовершеннолетних Канадского района рассматривали пять раз. Это получается за полтора года. Тринадцатый год, два месяца этого года, и полгода, если так выразиться, двенадцатого. Детей дважды размещали в больницу, чтобы как-то изолировать. Но последний раз посетили эту семью 30 января, приняли решение рассмотреть еще раз. Двадцатого февраля на комиссии рассмотрели, приняли решение лишить ее родительских прав, но для этого надо было собрать документы и выйти в суд. И в итоге, в итоге, не получилось. В четверг рассмотрели, в пятницу этот пожар. Но в то же время, если бы эти дети очередной раз просто забрали от этой матери, потому что они видели, в каком состоянии находится эта семья, то, конечно, этой большой беды, этого несчастья не было бы. Поэтому здесь, наверное, нашим органам власти не ждать таких моментов критических, а надо опережать события, где-то даже не дожидаясь, когда уже решение суда будет. А есть цифры, какой ущерб нанесен имуществу? Кто скажет? Ну вот, данные прошлого года, номинальный ущерб по Чувасской Республике от всех пожаров 105 миллионов рублей. Это номинальный ущерб. За два с половиной месяца этого года номинальный ущерб около 15 миллионов. Это по данным ваших людей? Ну, по данным Гошпошнадзора Чувасской Республики и ссылкой опять как бы на страховые компании. Тут совместная оценка идет. Обращаясь тогда к представителям страховых компаний, ваша статистика. Какие ваши цифры по нанесенному и выплаченному ущербу, может быть? Ну, надо сказать, что на фоне этих страшных событий, тем более с гибелью детей, мы, страховщики, можем сказать следующее, что мы не можем предотвратить, конечно, эти события, но мы можем помочь потом. И вот только компания «Росгострах» в 2013 году по случившимся страховым событиям, таких как пожар, мы выплатили почти 30 миллионов рублей. 30 миллионов рублей – вот такая сумма страхового возмещения по случившимся событиям 2013 года, по застрахованным именно в нашей компании. Слава Николаевна, ваша компания, вот есть какие-то цифры, данные, сколько вы выплатили ущерб в прошлом году? Да, если взять статистику нашей компании, страховой компании «Поддержка», то, грубо говоря, по итогам 2013 года застраховано 18,5 тысяч домовладений по Чувашской республике, но выплачено, если в цифрах, только от пожаров около 7 миллионов рублей за 2013 год. У нас есть опрос людей, мы вышли на улицу города Чебоксары и узнали, страхуют ли они свое имущество. Давайте посмотрим. Вы страхуете свое имущество? Нет. А почему? Да вроде ничего, надобности нет, там страховать нечего. Видимо, такие беспечные люди, наверное, такие, что не можем, не думаем об этом, вернее, о своем будущем. Да нет такого имущества, чтобы застраховать. Я надеюсь, все нормально будет. А, да. Да. Почему? Чтобы быть уверенным в том, что получим какую-то компенсацию, возмещение, чтобы не бояться что-то потерять свое. Ну так надежнее. Конечно. Почему? Потому что я считаю, что это грамотно в наше время. Озвучили цифру 42% всего лишь. Это меньше, чем половина жителей республики. Почему люди мало страхуют имущество? Почему они мало, может быть, думают о будущем каком-то? Как вы думаете? Ну, знаете, каждому человеку свойственна, наверное, тяга к домашнему чугу, к уюту. Мы создали свой мир, такое счастье в нашем доме, да? И думаем, что наши стены, наша крепость, ничего с ним не случится. Мы всегда, наверное, страхование, да, от слова страх, мы чего-то боимся. Мы боимся за свою жизнь, мы боимся за свое имущество, мы боимся, что что-то случится. Но не думаем об этом. Люди не стараются думать о плохом. Думают, что с нами все хорошо, что ничего не случается такого. И, наверное, менталитет российского населения пока еще не привязан, вот я говорю сейчас о страховании, сейчас могу сказать, да, не совсем развит этот менталитет. Возможно, это подрыв страховых компаний о выплатах. Возможно, это не развито сбор документов, быстрый, да, к выплате таких определенных несчастных случаев. Возможно, еще какие-то причины есть на сегодняшний день, которые людям, люди не прибегают к страхованию. Цивилизованное общество не выработало такого другого средства защиты, гарантирующего возмещение вот этих непредвиденных трат, кроме страхования. Страхование – это полезная, важная, нужная необходимость в жизни современного человека, в уверенности в его, в спокойном будущем. И именно эти доводы, я считаю, нужно доносить каждому страховазелю, чтобы он встал на сторону такого разумного выбора и оформлял договора о страховании имущества. А какие, может быть, самые важные доводы нужно привести нашим гражданам, чтобы они все-таки решили страховать имущество, решились как-то защититься от возможного ущерба? Может быть, я еще добавлю о том, что страхование – это самый недорогой способ защиты своего кошелька. Если в среднем взять стоимость договора по республике, это порядка 2-3 тысяч рублей в год, в месяц это выходит примерно 250, 300, 350 рублей. Я думаю, что это совсем небольшие деньги, недорогие деньги, которые можно было бы потратить именно на свое будущее. Хотелось бы поговорить вот в разрезе республики, да, как, может быть, есть какие-то лидеры, какие-то районы республики, которые активно страхуются или, наоборот, не хотят страховаться? Тарасия Геннадьевич, у вас есть такие? Ну, говоря о как раз имущественном страховании граждан, да, то давайте вспомним далекие годы. До 97-го года страхование, строение на селе было обязательным видом. То есть, если гражданин имел в собственности дом, то он обязан был его страховать. Сегодня это не является обязательным, да, но, однако же, вот со времен госстраха, со времен, с тех времен, все-таки сельские жители, они больше сегодня страхуют свои дома. И хочу сказать, что вот только по статистике Росгосстраха есть такие районы в республике, вот скажем, Аллатовский район, Красно-Читайский район, Шамуша, где охват страхованием почти 60%. Если взять по охвату страхованием населения, то это Марпасадский район, это Комсомольский район, особенно поселение в Аллатовском районе и в Батаревском районе, где процент охвата достигает уже 40-50%. У вас, Ольга Ивановна, есть такие районы? Да, хотела бы выделить, конечно, такие районы, как Батрево и Маргаврша. Они имеют в нашей компании очень сильных руководителей, за которым идут люди, за которым идут агенты. И, естественно, у них есть прекрасные результаты. Не хочется думать о печальном исходе, но все-таки тем, кто застраховал свое имущество, свою жизнь, и если вдруг страховой случай произошел, что все-таки нужно делать? Небольшой такой минимум набор действий, что нужно сделать? Когда мы заключаем договор страхования, наши агенты, наши люди сразу же разъясняют условия страхования и говорят о том, что если что-то случается, вы первым делом должны, конечно, спасти свою жизнь и принять меры по спасению своего имущества в вашем доме, в вашей квартире. Второй момент – сразу же принять меры, вызвать МЧС, пожарные службы, если это пожар, если это кражи правоохранительных органов и так далее. Второй момент – предупреждают страховую компанию, пишут заявление, и получается совсем небольшой перечень документов, которые нужно предоставить в страховую компанию для того, чтобы получить выплату. Это совсем небольшой перечень. От МЧС мы справки ждем, от других правоохранительных органов справки о том, что это кражи или умышленные, неумышленные действия. То есть такой сбор документов и наши сотрудники нашей компании помогают этот сбор документов предоставить для того, чтобы ускорить страховую выплату. И выплата случается даже в первые дни, авансовая выплата, и затем уже после предоставления всех документов в кратчайшие сроки люди-подстрахователи получают полную выплату. Скажите, а учитываются ли как-то при выплате компенсации причины пожара? Ну, допустим, лежал мужчина, курил сигарету, уснул, был нетрезвым. Выплаты будут? Причины, по которым страховая компания может отказать в выплате, они практически четко конкретизированы и сведены до минимума. Вот один из них я могу назвать, если страхователь сам умышленно что-то сделал своим имуществом. Но я думаю, это тоже как экстраординарный случай, когда сам умышленно может что-то причинить себе. А это как-то можно узнать, догадаться, расследовать? Причина пожара определяется очень точно на сегодня, потому что у нас есть для этого испытательная пожарная лаборатория, про которую мы уже тоже много говорили, которая приносит достаточно много пользы нашему населению. И вот как раз один из видов этой пользы – это определение причины пожаров. Потому что они определяют фактически любую причину, будь то это окурок, будь то это электропроводка, замыкание электропроводки, или это поджог. Все определяется, есть специальное оборудование, и житель или гражданин, пострадавший и пожелавший узнать, от чего произошел пожар, он эту справку, эту достаточно четко определенную причину получает. От специалистов не скроешься, в общем? Нет, конечно. Никак. Алексей Геннадьевич, а по вашему опыту, какие риски больше всего наносят ущерб недвижимости? Ну, это, конечно, массовые какие-то убытки, которые происходят в результате, вот, скажем, ураганного ветра. Опять на памяти прошлый год, когда было ураганным ветром. Село Октябрьское, Морпосадский район, там был массовый убыток. То есть, понятно, что там сразу вероятность наступления страхового события для застрахованных, она максимальна, да, и выплаты там достаточно большие. Ну, в нашей республике еще вот то, о чем вы говорили, впереди у нас таяние снега, это половодие, есть районы подвержены этому. И на нашей практике, а именно в Росгострахе, достаточно существенные выплаты еще и вот в результате таких событий случаются. Да, вот приближается паводок. Есть какие-то прогнозы? Есть чего опасаться жителям Чувашии? У нас два района наиболее подвержены паводку. Паводка всегда, всегда нужно опасаться, потому что природу мы предугадать не можем и как она поведет себя сегодня или там через неделю просто невозможно. Даже Росгидромет сегодня дает прогноз точно только на три дня, а дальше уже, к сожалению, это непредсказуемо. Но мы все видим, что достаточно тепло на улице и те температурные величины, которые сегодня мы видим, они превышают среднегодовые, то есть сегодня гораздо теплее. И таяние снега, возможно, будет более активное, а если еще выпадут осадки, то можно и поплыть не только в этих двух районах, которые мы знаем. Это Аллатр, Аллатрский район и Цивильск, да. Ну, пока еще рано делать прогноз, пока вот мы видим, что и лед на Волге стоит достаточно крепкий, и рыбаки еще ходят, не опасаясь. Мы их еще пока не везде гоняем и допускаем вот эту рыбалку. То есть пока ждем изменений в погоде. Вы, наверное, тоже следите за прогнозом погоды, как оно там в Аллатре и в Цивильске, не дай бог, люди пострадают, да? Да, смотрим, потому что наводнение, это входит в риск стихийных бедствий. Естественно, если мы заключаем договор страхования там от пожаров, взрывов, от противоправных действий третьих лиц, да, и от стихийных бедствий, то некоторые люди выбирают какой-то только определенный перечень рисков. Не всегда галочку ставят, а стихийные бедствия с нами не случаются. Выберем только пожар или только поджоги, да, то мы призываем граждан, что лучше страховаться по полному пакету рисков. Это всегда дешевле и это всегда, знаете, правильнее, потому что если полный пакет рисков, так же, как наводнение, могут быть ураганы в нашей местности, да, стихийные бедствия это входит, то этот риск, это очень важен в договоре страхования. Кстати, а как-нибудь изменился вот процесс страхования? Безусловно, изменился. Сейчас граждане активно пользуются своим правом выбора страховой компании. Они теперь могут выбрать и страховой продукт, наиболее выгодный и удобный для себя. И страховщики разрабатывают новые продукты, предлагают удобные условия, в том числе можно оформить договор страхования и без осмотра имущества. Это позволяет либо пригласить агента к себе домой, либо пригласить его уже на работу или встретиться после работы и оформить договор страхования. В перечне рисков, кроме стандартных, в частности в нашей страховой компании, есть такой риск, как колебание параметров электрической сети. Серьезно. И страховщики включают в свои продукты какие-то преимущества, которые позволяют гражданину выбрать лучшее. Вообще говорят, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Ислав Юрьевич, профилактика, вот насколько она действительно помогает снизить количество пожаров и количество несчастных случаев, возможно? Профилактика, несомненно, есть, нужна и будет, и будет всегда проводиться, потому что без профилактики мы бы уже, наверное, потеряли гораздо больше и жилья, и людей, наверное, тоже в том числе, как это не грустно бы обсуждать. Но на сегодня проводится достаточно много мероприятий, мы проводим и флешмобы различные, и привлекая средства массовой информации, доводим информацию до населения. Вот о той опасности, которая существует, я сейчас говорю про пожар, просто люди, все же люди знают с детства, что нельзя переходить дорогу там в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Потому что это похоже на самоубийство, да, просто-напросто. Так вот, мы доводим до населения, до нашего, что игра с огнем или шуткой, или вот какое-то такое халатное, безалаберное отношение к огню, это тоже такое же самоубийство фактически. Это такое же самоуничтожение или уничтожение своего имущества, как вот практически преднамеренное, да, если мы не знаем. Поэтому мы учим, пытаемся учить при помощи всех средств, которые есть, и сегодня с блогерами очень активно сотрудничаем, которые тоже нам помогают распространять вот эту всю информацию. Потому что очень много сейчас людей, молодых людей информацию черпают из интернета, не только из телевидения, из газет. Газет все меньше и меньше, наверное, читать стали люди, потому что появились более вот такие наглядные какие-то средства доведения информации. Ну и, несомненно, работа со школьниками. Я считаю и больше чем уверен, что только через детей мы донесем информацию до взрослых, потому что взрослый человек самодостаточный. Вот вы себя поставьте на место любого, и я вас начну учить, что вот здесь так нельзя, здесь так нельзя. Да вы скажете, я это давно знаю, не надо меня учить. Но, тем не менее, мы говорим о том, что люди вроде как бы все знающие, а тем не менее мы допускаем причины, допускаем горение, допускаем в том числе и гибель. Поэтому дети, дети исправят немножко ситуацию. У нас есть репортаж об одной из акций, которую вы провели буквально на днях. Я предлагаю посмотреть, а потом продолжим беседу. Вместо того, чтобы перетягивать канат, они перетягивают настоящий, довольно прочный пожарный рукав. Сядем, 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 сядем! А участники турнира по футболу гоняют мяч не в кроссовках, а в коньках. Это наши ворота, Молодя! В роли главного судьи веселых стартов пожарный, правда не обычный, а плюшевый. Константин-01. Этот персонаж в республиканском управлении МЧС появился не так давно. Но теперь без его участия не обходится ни один праздник. Плюшевый огнеборец был щедр на подарки. Всем участникам флэш-моба он раздавал сладости и полезные памятки. Многие сотрудники МЧС в этот день тоже встали на коньки и приняли участие в конкурсах. Подобные акции отмечают в ведомстве и помогают сплотиться против беды. В республике наблюдается рост пожаров. В огне по-прежнему погибают люди. Многие попросту забывают об элементарных правилах безопасности. И поэтому о них необходимо напоминать чаще. Мы бы хотели еще раз напомнить этой профилактической акции нашим горожанам о том, чтобы не забывали элементарных правил поведения в быту. Естественно, телефон вызова пожарных спасателей 112 мобильного 011 городского. Ну и помнили и знали, кто их соседи. Поскольку не все соседи у нас, так скажем, благополучные. И не все смотрят радио, телевидение. И не все соблюдают правила пожарной безопасности. За обучение людей правилам пожарной безопасности в МЧС решили взяться всерьез. Подобные акции в ведомстве обещают проводить и впредь. Станислав Ильичевне, Амин Иванович, вот некоторое время назад говорили о том, что в селах, деревнях должны быть образованы добровольные пожарные отряды. Техникой снабжали, там, по-моему, учили как-то. Вот сейчас в каком состоянии вот эти пожарные отряды, добровольные пожарные отряды? Они работают, они есть, сформированы? Как-то смотрят, отслеживаете эту информацию? Конечно, есть. Эта эпопея, как вот вы говорите, да, она началась, или возрождение добровольчества началось в 2011 году, когда вышел соответствующий закон о добровольной пожарной охране. И с тех пор в Чувашской республике в добровольцы вступило более 5000 человек. В каждом районе, в каждом почти населенном пункте есть добровольцы. Это нас очень радует, потому что, с одной стороны, мы говорим, что доброволец – это, конечно, наш помощник, но здесь мы больше помощи ждем именно, опять же, в профилактике. Понятно, что когда приедет пожарная машина уже на беду, на чью-то, да, реагировать, то, конечно, лишние руки, лишняя пара рук или, может быть, две пары рук никогда на пожаре лишними не бывает, это точно. И те добровольцы, которые знают, что делать, они, конечно же, встанут рядом с нами и будут помогать. Или же первоначально отреагируют на то возгорание, которое произошло, и, может быть, там он забежит и первым ведром воды и потушит все, и нам уже не нужно вмешательства. Но это все равно, я считаю, что это вторично. В первую очередь, мы же доводим до них эту информацию всю о причинах пожаров, о опасности всей. И люди, обученные, знающие опасность, ну, просто мы надеемся на то и уверены в том, что они доведут это до своих родных и близких, которые еще не вступили в добровольцы, но, может быть, когда-то вступят, до своих детей, до своих соседей, в конце концов, потому что, когда человек знает об опасности, он, конечно же, предполагает, откуда она может прийти, эта опасность. По технике. Та техника, которая сейчас обновляется в пожарных частях главного управления, в первую очередь, наши федералы, вся техника эта передается сельским поселениям, и как раз они используют добровольно-пожарную дружину у себя. Содержат эту технику круглогодично, теплые боксы, чтобы зимой, и пример тому Канавский район. В Канавском районе практически в каждом поселении имеются добровольцы с техникой. И следующий момент можно такой, что Ядринский район тоже на добровольной основе, они приняли на совещании с главами сельских поселений, закупить через население огнетушители. Цена вопроса всего-то 600 рублей. Но, но, если будет огнетушитель практически в каждом подворье, на начальной стадии возгорания, если прибежали 5-6-8 человек, этой командой, соседи, они могут локализовать, если небольшой пожар, или продлить время безопасное. А вот в связи с этими природными явлениями, да, стихийными бедствиями, взрывом, еще какими-нибудь пожарами, люди стали больше страховать, стали больше обращаться внимания на такой инструмент, как страхование? Если по цифрам, то рост есть. То есть, по сравнению, например, с 2012 годом, в целом, я даже могу сейчас озвучить цифры в целом по республике, то по имущественным видам страхования собрано почти 370 миллионов рублей, и рост где-то 10%. То есть, по ощущениям, да, эти события показывают о том, что люди стали больше внимания обращать на страхование, но здесь надо сказать, что этот рост может произойти еще и вот в сознании важности нормального полного страхования, потому что очень часто люди, страхователи, те, кто уже принял решение о страховании, потом оказываются недовольтворенными в силу того, что они не полностью, не на полную сумму застраховали свое имущество. Если дом стоит, скажем, миллион рублей, его восстановительная стоимость сегодня миллион рублей, то застраховав его всего лишь на 200, ну, как бы сэкономить тысяч, сэкономив бюджет, потом можно недополучить серьезные деньги. Это правило страхования, то есть надо страховаться на полную сумму. И, да, есть рост, есть понимание важности этого страхования, но я считаю, что он, конечно же, недостаточен. Он недостаточен, и сегодня культура страхования, а если уж говорить про город, то здесь охвачено страхованием, ну, по крайней мере, квартир, наверное, менее 1%, потому что и здесь случаются события, да, может быть, их пожаров меньше в городе, но здесь есть заливы, здесь есть грабежи, скажем так, не грабежи, кражи, да, противоправные действия третьих лиц, аварии те же. Если возвращаться, опять же, на село, да, застраховать можно дом. Что еще можно застраховать? Какие объекты страхуются на участке? Кроме жилого дома можно застраховать все остальные постройки, как в том числе жилые, так и нежилые. Это и гараж, баня, хозблок, можно застраховать теплицу, забор тот же самый. Ну и само собой, что в самом доме нужно обязательно страховать и движимое имущество. Движимое имущество, и сюда входит и мебель, и бытовая техника, и компьютеры, теле-, видео-, аудиоаппаратура. То есть все, что делает нашим домом удобным, комфортным для житья. Все это можно и застраховать. Как объяснить сейчас можно людям, как им нужно объяснять, что все-таки нужно страховаться, нужно вот как-то уберегать свое имущество. Что может стимулировать, подстегнуть, что может подстегнуть их к этому? Безусловно, участие органов местного самоуправления, участие средств массовой информации в донесении необходимости страхования нам, страховщикам, бы безусловно помогало. Это должна быть не какая-то реклама конкретной страховой компании о своих услугах страхования, а именно социальная реклама необходимости оформления договоров страхования имущества граждан. Мы не можем предотвратить события, но мы можем серьезно помочь после того, как они случились. И сегодня рассчитывать на государство, я думаю, уже, наверное, не совсем правильно, потому что денег в бюджете на всех не хватит. И надо рассчитывать на себя в большей степени. Надо страховать. Благосостояние людей возрастает. Наше имущество тоже имеет свою ценность. Она тоже действительно стоимость нашего имущества возрастает. И на сегодняшний день я так хочу сказать, что и население, и руководители предприятий прибегают более к цивилизованным методам защиты своего имущества и хотят сберечь его цивилизованным методом. И спать спокойно. Береженого Бог бережет. Я очень хочу вам пожелать, чтобы пожаров становилось все меньше и меньше, чтобы меньше людей гибли, и чтобы люди думали о будущем, защищали свои имущества и страховали как можно больше. Спасибо большое за участие в «Круглом столе». До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»